Мы на месте. Мы приветствуем Анетте. Интересуемся, готов ли она к диагностике и чистке доверия для Ананам в своем биополе на период сеанса. Она кивает. Я даю команду на счет 3. Скеннер сканирует пространство над головой Анетты под ногами 360 градусов вокруг нее. Семь тонких тел Анетты находит все. У нее нет семь тонких тел. А сколько у нее? Считай. Разбью ее на фантомы. Четыре и три в голограмме. Ты за голограмму не говорил. У нее голограмма стоит. Она разделила в шеста. Хорошо, скеннер. Просканируй эту голограмму сейчас. Отключи ее полностью. Вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами выведя из биополя Анетты. Готово. Анетта, вы должны забрать сейчас все свои тонкие тела. Вы этого желаете? Желаю. Она руки к ним тянет. И силой намерения Анетты, помогая ей моей энергией, все краденые тонкие тела из голограммы возвращаются назад. К Анетте. Один, два, три. Пошел процесс. Отправляя голограмму в клетку тюрьму. Это вишутка, сердце и третий глаз. Готово. Синхронизируется энергия и вибрация. Тонкие тела гармонизируются. Готово. Она кивает сейчас. Улыбается. Хорошо, отлично. Просканируй. Анетты сразу на скэнер на полноту души. Девяносто. Девяносто процентов. Десять процентов не хватает. Хорошо. Итак, что у нас там по каналам? К нее арахноид, ящер, гуманоид. Да. Бес и джинн. Вот такая веселая команда. Еще кто-то? Все. Так, чья это конструкция? Гуманоида. На каком основании ты поставил эту конструкцию? У тебя есть контракт с ней? Нет. Ты без контракта вошел и установил эту конструкцию, украл три тонких тела? Во сне она согласилась. Во сне она согласилась. Ты мне начинаешь надоедать, гуманоид. Гуманоид получает удар 500 тысяч герц. Удар. Ты сейчас тоже во сне согласишься на очень многие вещи. Сколько находилась эта конструкция с ящером и гуманоидом вместе? Беополя, она это? Три года. Где десять процентов души? По ящеру. Ящер на комос. Он здесь. Он, в принципе, к ней не... Его подключек нет здесь. Он является тем, кто держит то, что ему не принадлежит. Поэтому он здесь. Правильно. И для таких у меня всегда есть подарок. В моих руках появляется шар с живой плазмой. Один, два, три. Ящер и гуманоид. В конце этой чистки я спрошу Аннетте, желает ли она преподнести вам вот такой подарок в обмен на вашу любезность с этой голограммой и за эти все муки, которые вы ей доставили. Если она скажет да, вы получите каждый по половине этой живой плазмы. Это не честно. Это не честно. Ты мне рассказываешь о честности? Поехали дальше. У нас арахноид, ящер, гуманоид, бес и джин. Я начинаю с реверса энергии. В процессе реверса я буду задавать вопросы. Вы будете на них отвечать. Кто будет врать или не будет отвечать, тот получит тоже от меня подарок на своей чистоте. Я даю команду тонкой копии Аннетты спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную. Все патогенное, что она получила от нее. Пошел поток. Аннетты, вы хотите тем, кто вам доставил такую боль, вернуть то, что они вам доставили? Она пока не поняла вообще, что происходит. Сущности, которые находятся в клетке, разбили ваши тонкие тела, украли из семи тонких тел три, мы вам вернули их назад. Все те, кто находился в вашем биополе, сейчас находятся в клетке тюрьмы. Это все интерференты, которые зашли без разрешения в ваше биополе. Каждый был ответственен за свою боль. Сейчас вы понимаете. Она кивает. Хорошо, считай цифры, пока реверс идет у Джина над головой. 32,17. Что ты здесь делаешь, синий Джин? Тебя кто-то призывал? Ну, вообще-то да, он на желание зашел. Ну, ну-ка, объясни мне, какое это желание притянуло Джина? И когда это было? У нее были разные желания. Если ты будешь мне абстрактно отвечать, я начну нервничать. Разные желания, на них он и зашел. Он вокруг коленей у нее, как закручен, колени и выше. Какие-то желания, у каждого человека есть желания. Не ко всем приходит Джин. Что ты мне здесь рассказываешь, синий Джин? С какой вещью ты попал в ее биополе? Если нет Джин, приходит кто-то другой. Ах, вот как. Хорошо, Джин. Еще один такой ответ, и ты потеряешь и свою чалму, и свой сосуд с деньгами, и другие сосуды, и все твои магические кольца, и серьги. Ты этого хочешь? Продолжай. Нет, он вообще не понимает, почему ты на него нападаешь. Да, потому что я не понимаю, на ком основании ты находишься в этом биополе. У человека были желания. Какие это были желания, что притянули Джина? И когда это было? Рассказывай полностью. Пять лет он в ней находится. Пять лет. Хорошо, дальше. Деньги он показывает. Желания экономического характера. Она просила у тебя пять лет назад деньги? Или вообще просила деньги? Она хочет деньги. А я здесь, чтобы выполнять ее желания. Она вслух сказала, я хочу любой ценой получить деньги, или как это было сказано? Объясни мне. Она думала о них, а она сожалела. Пять лет назад. Я знаю, что последние пять лет назад, вернее, последние пять лет у нее проблемы с деньгами. Финансовый поток был полностью перекрыт. Твоя работа? Нет, я не перекрываю. Финансовый поток полностью. Так как зарабатываю сам. Сколько процентов ты забирала с финансового потока? 80. Хорошо. Как у нас с реверсом, Вера? Заканчивался. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Анетта забирает всю чистую и светлую божественную энергию обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Сколько бес находится в биополе? Считай герцовку. Семерка. Вот ей сейчас возвращаются частички души из этой килограммы. Хорошо. Сколько ты бес находится в этом биополе? Три года он находится. На что ты зашел? На сожаление, на огорчение, на депрессию. Хорошо. На негатив. Хорошо, меня этот ответ устраивает. Ждем окончания реверса. Еще арахноид у меня остался. Сколько ты находился в биополе арахноид? Полтора года. Понятно. Реверс закончился. Хорошо. Тогда начинаем с Джина. Давай, собирай всю свою пыль, все свои подключки, все, что ты оставил в ее биополе и доложи мне, что ты закончил. И готов к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц скэнером. Если кто-то что-то оставит или забудет, он очень сильно пострадает. Предупредил вас. Приступай, Джин. 80% забирал денег. У него как воронка от колен и выше идет. Руки захватывает за запястье. Забрался. Хорошо. Ящер гуманоид, что-нибудь осталось на вашей чистоте? Посмотрите. Да, осталось. У кого? Гуманоида. Хорошо. Гуманоид, тебе выходить не надо. Собирай все, что ты оставил в биополе, вытаскивай. Докладывай готовность проверки. Он с головы снимает, как в такой мешок из туманных энергий. Сколько этот мешок стоял? 8 месяцев. Как он действовал на нее? Он ей закрывал зрение. Она в своей, внутри там в каше варилась. Понятно. Он снялся. Арахноид, выходи. Собирай все, что ты оставил. Биополе, всю паутину, иголки вытаскивай. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Это затылок, лоб, за ушами, в ушах звук. Звук был в ушах. Это от тебя был звук в ушах? Да, когда он там перебирал. Это был иголок. Это иголок. Пушистый. Он все снял. Бес остался. Бес, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил. Рассказывай, как оно действовало на месте. И доложи мне, как ты все снимешь. Я дам тебе команду на эту лярбу. Приступай. Он усугублялся. Все эти негативные эмоции. Ноги, как у нее, одна к другой, приклеены внизу. Вот как. Давай, снимай. Нежелание что-то делать. Апатия. Ну, это их фишка, да. Умеют. Тяжесть у нее нога. Снимай. Готов. Хорошо. Разрешайте забрать лярвы. Где находятся лярвы? Между вишотха и сердечной лякрой. К сожалению. К сожалению. Вот как. Грудь. Хорошо. Вытаскивай оттуда все. Она эмоции там собирает, которые ей радоваться мешают. Большой комок. Большой комок. Ты знаешь какие-то эмоции, бес? Он сказал сожаление. Сожаление. Сожалеет всегда. Хорошо. Тебя интересует эмоциональный фантом? Интересует, да. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию. Анетте с. Возвращайся в клетку бес с. Арахноидом, ящером, гуманоидом, их конструкцией, бесом и джином. Пошла рассинхронизация на счет 3, 1, 2, 3. Готово. Джин, ты больше не в это биополе, никогда не придешь. Человек не хочет больше с тобой иметь ничего общего. Все понятно? Да. Открывается внизу воронка против часовой стрелки на чистоте джина, 1, 2, 3. Джин забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Арахноид готов уходить? Да, готово. Близко не подходи. Открывается наверху портал на чистоте арахноида, 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Выходит эмоциональный фантом Анетте. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низкую аббрационную эмоциональную энергию. Ее резгенерированное проецируется на ее эмоциональном фантоме. Вышел большой фантом. Хорошо, Анетте, это все энергии, которые вы сами произвели. Здесь вам уже никто не мешал. Вы хотите расстаться с этими энергиями? Да, хочу. Сворачивай энергии в шар, бес забираешь? Да, он забирает, пританцовывает, ему нравятся эти энергии. Отправляй бесу. Назови основные энергии, которые там, из чего все вытекает. Много разных. Жертва. Она жертва. Нравится ей жертвенность, отчаяние, депрессия, пустота, пустошенность. Требует внимания к себе всеми этими эмоциями. Здесь добавить нечего. Мы можем только передать это Аннетте. Хорошо, ты заслужил свой шар. Готов? Готов. Хорошо, больше не приходи. Открывается внизу портал на чистоте Беса 1, 2, 3. И Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Ставь угонную пентаграмму. Готово. Хорошо. Скэнер, просканируй полноту души у Аннетты сейчас. 94. 94. 6% не хватает. Хорошо, Аннетта. Вы хотите забрать свои 6% души, которые у вас украли? Выразить это намерение? Отлично. Выстраивать Аннетты каналы к частичкам ее души. Все мощным потоком пошло назад. Ставлю тебе монитор, посмотришь, где это было. Там много копий. Они все в клетках. Вот как. У этого ящера, который у нас в клетке. Так у него там своя тюрьма, значит, есть, да, ящер? Ну что ж. Он покупает их. Поэтому он сказал, что это несправедливо. А кто тебе разрешал покупать ворованное? У тебя есть права на это? У тебя нет прав. Потому что у гуманоида нет прав найти энергии. Ты торговец. Вернулись энергии. Хорошо. Скэнер, просканируй полноту души у Аннетты сейчас. У меня сто процентов на этом экране другие души. Души хотят вернуться. А где? Никому они принадлежат? Закрой его. Закрывай портал, опечатывай, растворяй. Они там находятся у него. Хорошо. Скольки душам ты подключен, ящер? Сколько у тебя душ? У меня не подключен, я их купил. Сколько покупок душ у тебя находится? 18. Хорошо. Поэтому это тебе есть посло, потому что ты сможешь предложить это на определенном этапе. А что ты предложишь, гуманоиды? Есть ли тебе что предложить? Есть у него подключки к другим людям. Сколько человек? Сколько душ? Четверо. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. У меня здесь покупатель... Приветствую тебя. У меня здесь покупатель ящер и гуманоид с конструкцией, разбили на тела. Три тела мы вернули сразу из голограммы, забрали, еще вернули 10% души. И они утверждают, что у них есть что предложить тебе. Отлично. Готово. Отлично. Хорошо. Крилетка пустая, посмотри, пожалуйста. Пустая. Поехали по частотам. Есть. Хорошо, Нетта. Мы закончили вашу чистку. Мы вытащили из вас все, что находилось. Мы вернули вам три тонких тела. 10% души, которую вас украли, тоже вернули. Как вы себя чувствуете сейчас после чистки? Великолепно чувствую. Привыкаю к новым энергиям. Рассматриваю себя. Вибрации. Ощущаю. Очень приятно находиться в таком состоянии. Если вы хотите в этом состоянии гармонии находиться долго, измените свою реакцию на определенные события. Прослушайте внимательно этот сеанс. Особенно то, что говорили сущности, на какие эмоциональные энергии они приходят. Если вы это поймете, в следующий раз реагируйте по-другому, и вы всегда будете чисты. Благодарю. Во благо. И сейчас будем возвращать вас назад, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Анетты в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биополем и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. Отключаемся от объекта и поднимаемся в комнате диагностики. Пошел подъем.